Между тем и в Ташкенте в рамках концепции «Безопасная столица» намечен довольно объемный план работ по обеспечению спокойствия и благополучия граждан, включая и организацию с 1 июля трехсменного режима патрулирования. «Безопасная столица» — это системный подход, где предусмотрена организация круглосуточного патрулирования, полноценное осуществление соответствующими службами деятельности в вечернее и ночное время суток, обеспечение максимально быстрого прибытия к месту происшествия или сигнала подразделений органов внутренних дел. Пять часов вечера. Наша первая остановка — массив-алгоритм Челанзарского района. Бригада национальной гвардии на страже порядка. Концепция «Безопасная столица» подразумевает круглосуточный трехсменный режим патрулирования города. При этом в период с четырех до восьми часов привлекаются не менее 70% сил обеспечения общественного порядка строевых подразделений ОВД, национальной гвардии и представители общественности. Вечером и ночью патрулирование комбинированное на автомобилях и в пешем порядке. Основная цель — спокойствие и защита граждан, предотвращение правонарушений и преступности. Наш следующий адрес — пересечение улицы Шухрат в Челанзарском районе. Здесь уже бригада скорой помощи прибыла на место происшествия в результате экстренного вызова сотрудников Министерства внутренних дел и патруля национальной гвардии. Пациенту была оказана первая медицинская помощь. На данный момент его состояние оценивается как стабильное. Мы будем и впредь работать с сотрудниками МВД и национальной гвардии, чтобы оперативно оказывать помощь населению. Высокий уровень профессиональной ответственности стражей порядка, их боевая готовность, слаженность, дисциплина, вежливое и тактичное обращение с гражданами — вот залог безопасной столицы. А на часах уже полвосьмого вечера. Идет инструктаж задействованных в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан в ночное время сил и средств, пеших, авто- и мотопатрулей, бригады патрульно-постовой службы ГВД города Ташкент. И национальной гвардии. Получив необходимые инструкции, все отправляются на назначенные территории. На массиве Карасу с 4 часов дня до 12 часов ночи мы ведем патрулирование, обеспечиваем безопасность граждан, следим за соблюдением общественного порядка на местах. И за это время здесь не было зафиксировано никаких нарушений правопорядка. Несмотря на то, что уже полночь, жители и гости столицы могут не волноваться за свою безопасность, прогуливаясь по улицам города. Ведь теперь силы обеспечения общественного порядка Ташкента перешли на круглосуточный режим патрулирования. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...